Давайте ответим на вопрос сейчас. Сейчас посмотрим еще какие-то вопросы. Спрашивают, чтобы мы выложили официальную доктрину и свою позицию, чтобы нельзя было нашими словами, нашими мыслями в будущем как-то манипулировать. На то, чем мы сейчас занимаемся в течение уже трех лет практически. Нет, ну сказать, что программа полностью, вот год останется полностью опубликуем, программа как бумажный документ. Почему? Потому что разберемся сейчас со всеми этими выборами и так далее. Вы же понимаете, что человека за язык подтянуть весьма сложно, а за написанное как раз за это и подтягивает. Поэтому мы совершенно разумно понимаем, что после публикации программы, а она будет достаточно жесткой, в общем-то будут какие-то уже меры властями предприниматься. Поэтому мы таким образом поставили срок, год, до 5-го, 11-го, 17-го года. Как вы думаете, Янукович сейчас в России? Ну, я его вполне допускаю. Скорее всего, 29%, что он в России, и куда ему еще выезжать? Его везде могут выхватить и притащить. Его из России могли притащить, если бы Порошенко реальную какую-то цену назвал. Мы об этом и говорили. Я думаю, что многие из наших, так сказать, сотоварищей, так это назовем, из наших единомышленников, в общем-то, такой бы подвиг совершили, как притащить Януковича в багажнике. Но это дело, которое сопряжено, а с расходами, и потом с расходами, связанными с тем, чтобы как-то обеспечить себе проживание вдали от Родины некоторое время, потому что вернуться будет сложно. Поэтому нужна была бы нормальная сумма. То есть взять живым столько-то денег. Ну, приперли бы этого. Причем, я так понимаю, что с Януковичей они получили гораздо больше, намного больше, чем вот та сумма, за которую поставили. Но почему-то, видишь, опять же, такой, в кавычках, либеральный подход. Очень боятся этих вещей. То есть, если начнется такая же практика по выдаче бывших политических деятелей, которые там не являются пиночетами, то потом можно как-то, в общем-то, самим насадиться. Люди этого все боятся. А может быть, он рыбок кормит, а вместо него двойник, вот спрашивают? Ну, вполне допускаю. И такой вариант. Честно говоря, не вижу я такого варианта. Но допускаю. Будут ли интернет? Да, вот напомните, что завтра последний день. Да, завтра последний день регистрации. Мы опять давайте об этом поговорим. Что ты, давай вопрос создавай, и будем про регистрацию. Будут ли интернет и мобильная связь бесплатными после революции? Вот в этом, так сказать, направлении мы и будем двигаться. Обязательно. Что, по крайней мере, насчет мобильной связи сейчас трудно говорить, а интернет 100% должен на всей территории быть бесплатный. И вся территория должна быть обеспечена интернетом. То есть, у нас выхлоп от этого будет гораздо больше. То есть, это вложение, как вложение в стартап. Вот, предположим, стартап новой власти, это бесплатный интернет. Представляете, какой разгон мы получим. То есть, очень серьезный. Давайте поговорим про выборы. Значит, завтра у нас последний день, напоминаю, регистрации. До ноля часов должны зарегистрироваться. Скажи, да, Сережа, еще раз повтори эту информацию. Там, конечно, все очень сложно, и мы сегодня вот тоже так критиковали. То, что многие вещи непонятны. Например, 00 часов 28-го. Это 29-е или 28-е. Но, в общем, ни суть, чтобы не путать наших соратников. До завтрашнего дня мы регистрируемся. И, значит, по голосованию, кто у нас, может быть, первую часть программы пропустил, мы еще раз скажем, появились новые, скажем так, обстоятельства, о которых мы, например, не знали. То есть, то ли мы упустили этот момент, то ли не очень нам внятно это объяснили. 29-го числа, 29-го, только 29-го мая, в воскресенье, будет проходить голосование на сайте. То есть, все те, кто зарегистрировались на сайте, нужно голосовать 29-го мая. А 28-го с 10 часов утра, и, если я не ошибаюсь, до 6 часов, но это у нас ссылочка есть. Сейчас я подробнее об этом скажу. Будет проходить голосование на избирательных участках. В 13-ти городах России, в том числе в Москве, в Петербурге, в Московской области, и не только, в регионах тоже, будут проходить голосование на избирательных участках. То есть, будут открыты избирательные участки, есть их адреса. Туда можно прийти вживую, скажем так, и отдать свой голос за Вячеслава Мальцева. В общем-то, к чему мы вас и призываем. То есть, 28-го голосуют люди, у кого есть возможности, желания на избирательных участках. 29-го, все мы вместе, единым фронтом, голосуем на сайте Волна Перемен. Кто еще не зарегистрирован, у вас уже буквально считанные часы, можно сказать, до сутки остаются на регистрацию. Призываем вас регистрироваться. Если вы зарегистрировались, наверняка у вас есть жена, соседи, друзья, кто-то еще. Может быть, банально у вас два телефона, такое очень часто бывает. Поэтому призываем вас регистрироваться с нескольких аккаунтов. И 29-го мая, значит, после полуночи, то есть, в ночь 29-го уже можно голосовать. И до 21-го, 0-0. 29-го мая, в воскресенье, всех вас призываем голосовать. Сейчас голосовать не нужно. До 21-го, 0-0. Да, и мы вот говорили, ну, наверное, озвучим эту информацию. Ну, хотя мы уже раньше говорили, что было у нас предложение, чтобы мы 28-го и 29-го вышли в эфир, то бишь, в субботу и воскресенье. Мы сейчас продумаем, как это, в общем-то, интересно сделать. Может быть, не новостной выпуск, а какой-то другой. Но мы подумаем об этом. И многие писали, что это хорошая мысль. Поэтому я думаю, что мы в ближайшие дни уже скажем, будет у нас эфир 28-го и 29-го, если да, чему он будет посвящен. Да, ну, вот мы, возвращаясь к теме выборов, еще раз говорим о том, что необходимо нам на площадке Парнаса, конечно, побеждать, безусловно. И тогда это будет победа 5-го, 11-го, 17-го, то есть победа революции и вообще победа идеи смены власти в Российской Федерации любым путем. То есть только лишь бы поменять эту власть. Конечно, это радикальная идея, но мы и хотим посмотреть, сколько же людей реально на либеральной площадке желает радикальных перемен. Я думаю, что многие, мы думаем, что большинство. Поэтому, в общем-то, это очень важный будет этап голосования 28-го и 29-го числа. Да, ну и многие соратники нас поддерживают не только, скажем так, частные лица, да, но и какие-то объединения, какие-то некоторые даже партии, движения и объединения в социальных сетях. Вот, в частности, мы хотели бы, вчера мы говорили о том, что мы выражаем поддержку Комитету нации Свобода, которые Поткина-Белова, да, и, в общем-то, мы вчера об этом говорили, а сегодня хотели бы сказать, что благодарим за поддержку и передаем привет группе ВКонтакте «Свободные новости», которые сегодня тоже нас поддержали. Спасибо вам большое за это. И группе «Против власти», тоже с замечательным названием, скажем так. Вот, они тоже нас поддерживают, нас смотрят. Мы знаем об этом. Вам спасибо и привет. Понимаете, как младенец, кто будет сети обеспечивать, кто государству. Для этого оно и есть, чтобы такие вещи обеспечить. Потому что, на самом деле, это то, что сейчас мы видим, это монополия. В том классическом варианте монополий, о которых писал Ленин в своей работе «Империализм как высшей стадии капитализма». То есть, это вот классические монополии, это сотовые операторы, если говоря о сетях, вы их… Ну, и не сотовые, не только сотовые, но там и проводные, имейте в виду. У нас не будет таких классических монополий, нам они нафиг не нужны. Вячеслав, не забудьте после 5-го, 11-го поставить постамент Кобзону с парящим париком. Я бы даже приехал на открытие. Ну, я думаю, что вообще все памятники, постаменты и так далее должны ставить люди на свои сбережения. Это каким-то особым героем надо ставить памятники. Кобзон особый. Да, ну нет, я не думаю, что вот стоит. А вообще, хорошая тема, да. Я даже денег своих дал на это, чтобы посмотреть. Это такое чудо. Так, что еще? Мы знаем, что у нас в Саратове, и говорили, по-моему, как-то в одном из эфиров, есть замечательные памятники, такие с определенным подтекстом. Мы знаем, вот недалеко от нас здесь стоит памятник. Ну, скажем так, антикоммунист у нас был такой, помните, вы об этом рассказывали, который делал памятники, которые при определенном ракурсе, в общем-то, новое значение такое, да, новое видение этих памятников можно было получить. И, в общем-то, вот с Кобзоном может быть тоже какой-нибудь такой интересный ракурс найти у его будущего памятника. Спасибо. В общем, еще раз призываю вас голосовать и регистрироваться на сайте. Завтра мы в 21 также выйдем. Ну, останется очень мало времени уже. Да, и у нас есть дополнительный канал, про который мы сегодня еще не говорили. Дополнительный канал «Безумная Грета», там есть нарезки с наших эфиров, которые можно распространять, например, по своим друзьям. И, в общем-то, это наш резервный канал на случай каких-то экстренных технических ситуаций. И есть страница ВКонтакте, которую мы специально для Праймерис создали, но и в дальнейшем будем, наверное, использовать. Ссылка есть в описании. И мы реанимировали твиттер, какие мы молодцы, видите, все сделали, все площадки захватили. И очень большой молодец наш сторонник из Питера, прислал вот такие стикеры 5-11-17 «Не ждем, а готовимся». Отличный лозунг, просто великолепно. То есть, это не наш, это его, это, вернее, это теперь наш общий, да, мы не ждем, а готовимся. Большое спасибо. Так, вот, что ты говоришь вчера? Да, но мы вчера ему уже привет передавали, вот сейчас вам стикеры, вам, в смысле, соратникам нашим показали, поэтому еще раз большое ему спасибо. И мы уже говорили, что если он будет в наших краях, то приглашаем его к нам на эфир. Он уже не первый раз нам помогает. Спасибо большое. У нас менялись реквизиты, будьте внимательны, спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.